Что сегодня случилось? По сравнению с вчерашней игрой, команда выглядела как будто разобранной и очень много хаоса творилось на льду. У нас так часто случается, в общем-то, знаете, я не знаю, как ответить Даш, но этот вопрос, ну, хотим в шайбу завести, ворот пустые, надо чаще бросать выполнять установку тренера, им виднее, делали бы мы все как надо, был бы результат. А кроме, ну, вот, количества бросков, может быть, чего еще сегодня не хватило для того, чтобы все-таки реализовать те моменты, которые команда создавала, ну, в большом количестве? Концентрируем, ну, концентрации, думаю, не хватает в таких моментах. Ну, а самой команде, я думаю, ну, побольше слаженности на месте поддерживать друг друга и так будет лучше. А соперник сегодня показал какой-то, ну, отлично от вчерашней игры хоккей? Ну, он начал играть так, как в третьем периоде, сразу прибавил, мы начали не успевать. Ну, а так, ничего сверхъестественного, мы должны были побежать в эту команду. Мы играли с командой посложнее и обыгрывали их. – Следующая команда тоже с Дальнего Востока, сейчас, ну, будет чуть-чуть времени, чтобы подготовиться, ну, вот это вот поражение, оно пойдет, скажем так, впрок, может быть, на пользу для того, чтобы собраться перед следующим соперником? – Ну, каждые ошибки, какие ни были, они должны идти на пользу, чтобы осознать, понять ошибки, тренер подскажет. Я надеюсь и даже могу быть уверен, что должно помочь нам это поражение. – А матчи с соперником и по счету, и, по крайней мере, со стороны с трибуны получились очень разными по игре. В чем причина, чего не хватило сегодня, чтобы победить? – Не хватило двух шайб, чтобы победить сегодня. – По игре казалось, особенно отдельными моментами, что на льду у команды не получается ничего и, ну, хаос творится. С чем это связано, это настрой, в первую очередь, или, наоборот, ну, как бы излишнее желание, может быть? – Сейчас будем разбираться, с чем это связано. Я думаю, скорее всего, это не до настрой. Не то, что не до настрой, а вчера вроде бы как игра первую половину давалась. Думали, что сегодня выйдут и так же спокойно будут играть. Но соперник не дал этого сделать. И соперник играл сегодня более агрессивно. Я не прокатывался, бил вдогонку. Мы были к этому не готовы. Будем делать выводы и идти дальше. – В команде и на выезде, и сейчас в матчах появились игроки из ВХЛ, Кадола с Лапиным. Они вот на эти игры усилили состав? Как вы считаете? – Ну, если бы они забили в каждой игре по две годы, то это усилили. Сейчас я не вижу пока усиления в этом плане. – Сегодня в их Кым в пару, по крайней мере, на начало был поставлен Петросян, который появился во второй игру в МХЛ, но позже его сменил Грачев. А с чем связано, собственно, появление Петросяна именно в этой тройке нападения и, собственно, почему появился Грачев? – Попробовали Петросяна, забивной парень. Думали, может быть, старшие ребята Кадола с Лапиным, они шайбочку доставят в зону атаки, а Петросян сможет там уже завершить атаку. Но, к сожалению, Стас не попал в скорости совсем сегодня. А Сергей с Ладом немножко не тот хоккей играет, который нам бы хотелось. – Следующие соперники тоже с Дальнего Востока. И, в общем-то, достаточно скоро уже игры, то есть не будет большого перерыва. вот это поражение, как вы считаете, команде, оно пойдет на пользу? Можно будет привести в пример, скажем, его, чтобы настрой на игру был все-таки правильным? – Посмотрим сейчас. Вдохнем. Там видно будет, на пользу это будет или во вред. – А вообще, в целом, вот по сравнению с матчами в Санкт-Петербурге, вот в этой игре, в этих двух играх, в первую очередь, в чем разница? Может быть, в физическом состоянии или это все-таки проблема, ну что называется, в головах? В первую очередь, это все в головах у ребят. Физическое состояние у них нормальное абсолютно. На тренировках это видно. По движению выглядели они неплохо на тренировках, поэтому это все в головах в первую очередь.